Катим Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке и моей студии. Если вам интересно, обязательно подпишитесь. Сегодня речь пойдет о мебели, которую я сделал вчера. Передо мной встала очередная задача расположения сетапа поблизости от рук, чтобы можно было им легко управлять, коммутировать. В общем-то, нужно думать какие-то стойки и все такое. Поскольку всю свою мебель я делал сам, я делал ее из... Ну, точнее, не всю большинство, это понятное, икеевский стеллаж. Ну, а большинство тумбочек, рэковых стоек, кейсов для синтезаторов я делал сам. Дело это все из фанеры, потому что фанера является очень интересным таким материалом, доступным каждому, где вы можете вырезать все, что угодно и проектировать. Все эти процессы я разделяю на две части. Точная, суперточная и неточная. Точная – это когда вы на лазерном станке заранее подготовленную какую-то форму вырезаете, просто клеите, там, например, прикручиваете и используете. Так я делал свой кейс один, второй, потому что необходимо было вырезать точечки, ну, в соответствии с моей идеей. Также вы можете сделать гравировку какой-нибудь иллюстрации, можете сделать какую-то графику на ваших предметах, и это будет также вас радовать. Но у этой методики есть проблема. Лазерный станок не поддерживает фанеру толщиной более чем 6 или 8, по-моему, 6 мм. И вы можете, конечно, нарезать одинаковых фигур с 6 мм и потом склеить, потому что все фанеры – это, в принципе, клееная история, да, и вы можете склеить. Так я делал, кстати, вот этот кейс. Но когда речь идет о какой-то крупной мебели, то, скорее всего, вам понадобится фанера больше, чем 10 мм, и еще больше, для того, чтобы она могла выдерживать какие-то серьезные веса. И если мы говорим про оборудование, то в случае с оборудованием оно должно быть в целости и сохранности. И мы плавно переходим к второй методике. Это когда вы берете листочек с ручкой и рулетку, замеряете все, что вам нужно, придумываете какие-то интересные формы и просто отправляетесь пилить. Можно пилить где-нибудь также на станке у плотника, заказать, чтобы он вам напилил ровные фигуры. Но понятно, что плотник вашу идею полностью не передаст, но вы можете попробовать изложить, конечно, ему. Ну, либо просто взять и самим все это сделать. Обычно ровные детали я заказываю, чтобы мне нарезали прямо там, где я их покупаю. А какие-то формы я делаю сам лобзик. Плюсы у этого метода очевидны. Вы можете положить любое тяжелое устройство, и оно будет в порядке. А минусы то, что оно будет не идеально ровно. Также большой минус у обоих методик еще это покраска. Вам необходимо подготовить поверхность, покрасить, и она все равно не будет выглядеть как покупная мебель. Но я в этом вижу даже какой-то плюс, потому что мне очень нравится, когда сочетаются идеальные металлические формы синтезаторов или пластиковые заводские с такой вот кривизной и хаотичностью деревянных конструкций. В этом контрасте я вижу привлекательность. Когда-то давно я снимал видео, где я делал вот эту вот тумбочку. Делал я ее изначально для винила. Ну, винил здесь также хранится. А вот виниловый проигрыватель, который должен был стоять вот здесь сверху, здесь не стоит. И использую я ее то для лэптопа, то для синтезатора для какого-нибудь, или просто как рабочий стол. Иногда хлам тут лежит. И доделав вот эти полки, я решил вам рассказать именно о том, как своими руками можно сделать какую-то мебель. Вправляясь в строительный магазин, я всегда беру с собой план, который рисую заранее на листочке. Если вдруг там есть плотник, который может вам нарезать, я просто даю ему листочек с размерами, и он нарезает мне лист на ровные части. Дома лобзиком так ровно вы не сможете слишком отпилить. В итоге у меня есть все части для того, чтобы собрать мою тумбу. Раньше, когда я делал первые свои объекты, конечно же, я все замерял. Но приноровившись, я уже делаю это просто на глаз. Обязательно просверливаю с торца горизонтальной полки и потом сверлю уже лицевую панель. Лучше, конечно, сверлить сначала тонким сверлом, а потом уже более толстым. Это нужно для того, чтобы не повредить фанеру, потому что когда сверло выходит насквозь, оно оставляет за собой такие зазубрины. И потом, когда уже вырисовывается объект, я беру специальную насадку под конфирмат, для того, чтобы он углубился в дерево и не торчал снаружи. Но когда уже ход работы понятен, можно попробовать сверлить сразу лицевую панель вместе с торцевой. Но торцевую лучше еще немножко посверлить, чтобы винт не уперся. Но если вы хотите навечно построить, можете, конечно, еще и клеем туда промазать. Специальным клеем по дереву. Потом проделываю то же самое с другими панелями. Я делаю обычно по два винта с каждой стороны. Но если плоскость большая, можно сделать три. Обязательно проверяем на прочность нашу конструкцию. Если где-то что-то не так, нужно винтики подтянуть. И теперь берем рулетку и начинаем примерять нашу полку. По сути, здесь нет никаких правил. Как вам удобно, на такую высоту и крепите. Главное, смотрите за тем, чтобы уровень был параллельно нижней части. Ну, то есть основы. Здесь все-таки понадобится карандаш для того, чтобы отметить. Эта полка у меня не будет сниматься, поэтому я прикреплю ее прочно. Центральную полку я не стал прикручивать. Я купил специальную фурнитуру для полки. Такие типа гвоздиков, они торчат. И полку можно на нее положить. В этот момент у меня настигла большая туча и начался сильный дождь, поэтому я убежал под крышу. Дальше я взял лобзик и отрезал края у своей тумбочки, чтобы она была вот такими скругленными краями. После чего на задней панели я просверлил дырки специальным пером. Здесь тоже нужен карандаш, чтобы отметить все ровненько. Сначала я просто наживляю, срезаю первый слой, а с другой стороны я уже сверлю насквозь. Это нужно для того, чтобы фанера не оставила много заусенцев. Вот такая стильная тумба у меня получилась. Конечно, фанера еще грубая, и ее нужно шлифовать. Видите, какие края получились. Вы можете просто взять шкурку и пошлифовать. В моем же случае у меня есть машинка, потому что я постоянно что-то шлифую во дворе. Тут можно добиваться идеального результата очень долго, поэтому как только вам все нравится, в принципе, можете остановиться. Также я купил специальные ножки, которые позволят эту тумбочку мне передвигать. И просто прикрутил их шурупами. Фанера уже отшлифована, и теперь я буду ее красить. В данном случае грунт я не наносил, использовал просто краску. Но вам я советую, если у вас есть возможность, используйте грунт сначала. Поскольку моя тумбочка не будет подвергаться солнечным лучам, краска мне подойдет обычная, акриловая, для внутренних работ. Сделал несколько слоев, подождал пока высохнет, и примерил, как будет выглядеть винил и виниловый проигрыватель в этой тумбе. Теперь все обратно вынимаю и буду промазывать специальным маслом по дереву. Вот такая тумба получилась. Осталось дождаться, пока она высохнет, и все, можно пользоваться. Далеко не секрет, что я занимаюсь графическим дизайном, и для меня создание это просто является целью номер один. В какой-то момент графики мне стало мало, и я решил перейти и переключиться на такие вот формы, которых также реализовывал свои идеи. Но не всегда так было. Был и период, когда мы только переехали в дом. Мы вызывали сотрудника, чтобы он нам повесил карниз, элементарно просверлил две дырки в стене. Сейчас, понятно, это смешно, но тем не менее, такой период в жизни тоже был. Вы можете купить что-то в магазине, вы можете использовать рековые или такие железные стенды для лэптопа и крестовые стойки для ваших синтезаторов. Я пробовал это делать, у меня даже есть они, но мне они категорически не нравятся. Я не чувствую в них какую-то привлекательность. Да, функционал они выполняют, функциональность у них отличная. Но в качестве постоянного варианта для себя я предпочел создавать вот такие вот интересные формы. Учитывая то, что мое пространство ограничено, и нет возможности сделать несколько полок для того, чтобы разместить все туда оборудование, то мне приходится выдумывать вот такие новые формы, которые здесь находят свой определенный смысл. Скажу честно, что для меня это пространство, которое я обустроил этой мебель, является нечто важным в жизни, потому что когда я прихожу сюда, я чувствую здесь продолжение своих мыслей, своих идей, и мне здесь комфортно что-то создавать, мне комфортно здесь находиться, мне комфортно здесь придумывать какие-то коммутации, мне комфортно здесь в принципе делать все, хотя пространство очень маленькое. Я бы мог просто принести эту стойку сюда и выстроить все оборудование, и тогда бы у меня осталось еще немножко места, чтобы постоять в сторонке. Благодаря вот таким кастомным полкам и мебели, которую я создал, я сумел добиться в этом маленьком пространстве идеального сочетания трех направлений. У меня условно тут ютюберская, там у меня студия, здесь у меня зона для лайвов. Я, конечно, понимаю, что можно, наверное, еще больше как-то прокачать и сделать тут суперкомпактную и суперфункциональную историю, но то, что получилось у меня сейчас, мне уже нравится. Создав вот эти две новые полки, я подумал, что одну поставлю наверх, другую поставлю вниз, и мне этого хватит. Но когда я поэкспериментировал и поставил их в разные места, я понял, что мне не хватает такой полки еще здесь, и также не хватает двух внизу. Такие полки позволяют вам здорово разделять по смыслу устройства, например, какие-то эффекты могут быть отдельно, синтезаторы могут быть отдельно. Можете коммутировать их совместно и удобно, чтобы постоянно не заниматься перекоммутацией. Хотя это, наверное, невозможно. Но, тем не менее, мысли по организации пространства движутся куда-то в правильном направлении, и вы получаете удовольствие от результата. Конечно, минусы у этих штуковин тоже есть. Во-первых, белый цвет, который я выбрал, он очень почкучий. Когда вы, например, какое-то устройство с резиновыми ножками, где стояла она в пыли, ставите на белый, и вот эти черные полоски, они сразу же остаются. Ну, можно потереть там, не знаю, влажную салфетку, или есть такая штука меланиновая губка, она очень здорово убирает все вот эти вот... с мебели убирает всю эту грязь. Это, конечно, большой минус, но я тут не стараюсь держать идеальную чистоту. Мне достаточно того, что я прихожу... Это я сейчас про белый цвет говорю. Достаточно того, что я прихожу и чувствую здесь светлое пространство, в котором я могу как-то творчески мыслить, и мне нравится здесь какая-то непредвзятость, что ли. Ничто не отвлекает меня ни на что, и мне комфортно здесь. Ну, и внешний вид этой мебели, он, конечно, не совсем презентабельный, потому что краска такая иногда бывает пятнами, иногда она бывает... Ну, просто выглядит, как будто ее кто-то красил. Это очевидно и понятно, что она не будет выглядеть, как икеевская мебель. На этот стол я также, кстати, сделал накладку из такой фанеры. Что-то типа как фотофон использую, у меня есть такой еще... Других цветов, еще пока их не использовал. Но вот я просто беру, прикручиваю его сверху. Вот этим вот евровинтом. И стеллаж становится тоже кастомный. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Я надеюсь, я подтолкнул вас на создание вот таких вот интересных полок для ваших ситозаторов, может быть, мебели. А может быть, вы еще и дальше пойдете и создадите дом, например, или обыграете ваше общественное пространство. И я думаю, что если вы реализуете свою какую-то идею, то жизнь ваша станет интереснее и счастливее. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok